Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Конечно, не забудьте меня поддержать, подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на черный звенящий колокольчик, и вы не пропустите ни одно мое новое видео. Делитесь моим роликом со своими друзьями, пускай настанет больше. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайк. Все это будет вашей самой лучшей благодарностью для меня за то, что я старалась для вас. Сегодня буду готовить очень вкусный и простой в приготовлении яблочный пирог. Я его еще называю пирог-уничтожитель яблок, потому что туда надо достаточно много. И здесь все элементарно просто. Можно легко запомнить, для этого пирога нам потребуется 3 одинаковых стакана основных продуктов. Это стакан сахара, дальше стакан манки и стакан пшеничной муки. Я немного сахар уменьшила, у меня здесь 180 грамм. Ну а по рецепту необходимо стакан, в стакане как раз 210 грамм. Я все еще ингредиенты пропишу в описании под видео, так что заглядывайте туда. Также необходимо еще 150 граммов сливочного масла, 10 граммов разрыхлителя. Можно добавлять ванилин. Мне же нравится сочетание яблок и корицы, поэтому я буду использовать корицу. То и то не использую, потому что на мой взгляд они спорят друг с другом, поэтому буду добавлять одну приправу. И яблок необходимо в натертом виде 1250 граммов. Я обычно беру полтора килограмма неочищенных, но после того, когда удаляю сердцевину и все то, что не надо, как раз остается приблизительно столько, сколько надо. Ну а теперь давайте будем с вами начинать. Для начала сделаем такую подготовительную работу. Я уже без камеры застелила форму. Нам необходимо вот такая высокая. И беру достаточно большую по диаметру, для того, чтобы пирог получился не сильно высокий, но в то же время большой. Застелила отдельно нижнюю часть и также застелила бортики, для того, чтобы удобно было потом все доставать. У меня это силиконизированный пергамент, поэтому все хорошо потом от него отстает. А вот всегда использую для выпечки его. Теперь сделаю тесто и затем займусь яблоками. В чашу для смешивания отправляю сахар, масло. Масло достала с холодильника и лучше, чтобы оно было такое холодноватое, для того, чтобы крошка у нас получилась более однородной и масло не растаяло. Также добавляю сразу щепотку соли. Стакан манки. И стакан пшеничной муки. Муку сразу просеиваю в емкости вместе с разрыхлителем. Если вы решите добавлять ванилин, то добавляйте ванилин сразу в тесто. И теперь быстренько перемешиваю, для того, чтобы масло соединилось вместе с сухими ингредиентами и образовалась крошка. Можно поступить еще другим способом. Соединить сразу только сухие ингредиенты. А масло натирать частями поверх каждого слоя сухой смеси, когда будем собирать пирог. Но вот лично мне нравится больше так. Попробуйте и так, и так. Посмотрите, как вам больше понравится. И теперь продолжаю рукой, но делаю это максимально быстро, чтобы масло не успело от теплоты рог подтаять. Ну вот такая крошка в итоге у меня получилась. Больше смешивать нет необходимости, смесь должна оставаться сыпучей. Если где-то встречаются прям сильно большие кусочки масла, то, конечно, это необходимо растереть. Теперь отставляю смесь в сторону и буду заниматься яблоками. Нам необходимо их очистить от сердцевины и натереть на крупную терку. Именно для этого пирога нет никакой необходимости очищать яблоки от кожицы. И также в кожице содержится много витаминов, поэтому буду просто удалять все ненужные части. Яблоки для этого пирога лучше брать кислых сортов, либо же кисло-сладкие. У меня как раз кисло-сладкие. Я буду яблоки натирать на крупные терки при помощи комбайна. Можно это сделать вручную. Как сказала, кожицу очищать не буду. И для того, чтобы яблоки не потемнели, затем еще немного сбрызну лимонным соком, все перемешаю и буду собирать пирог. Теперь поливаю немного лимонным соком и все хорошо перемешиваю. Дальше, если хотите, чтобы было более точно, то можно разделить яблоки на 3 части в отдельные емкости, а смесь сухую на 4 части. Я же буду собирать на глаз. Беру форму и высыпаю крошку первым слоем, чтобы она у меня покрыла все дно. Я себе вот просто в чашу приблизительно разделю на 4 части и так буду насыпать. Разравниваю. Прижимать ничего не надо. Просто разравнять, чтобы было равномерно. Делю яблоки вот прям в емкости приблизительно вот так на глаз на 3 части и буду выкладывать в третью часть. Сок с яблок отжимать не надо. Нам он нужен для того, чтобы в процессе выпекания сухая смесь им пропиталась и все вместе соединилось. Теперь яблоки равномерно стараюсь распределить по всей поверхности. Тоже ничего не прижимаю. Пусть все у нас будет свободно для того, чтобы следующий слой мог проникнуть между яблоками, просыпаться. Таким образом у нас все хорошо между собой соединится. И теперь яблоки сверху присыпаю немного корицей. Теперь выкладываю вторую часть теста поверх яблок. То, что осталось, делю в чашу приблизительно на 3 части. Теперь опять выкладываю яблоки. Смешала то, что осталось и делю на глаз пополам. Теперь все это распределяю. То, что у меня осталось в чашу, смешиваю и делю на 2 части. И теперь сюда выкладываю оставшиеся яблоки. Распределяю их равномерно и опять присыпаю немного корицей. И высыпаю оставшуюся смесь. Снимаю зажимы и еще немного присыплю сверху коричневым сахаром. Он у нас в процессе запекания соединится с маслом и образуется такая хрустящая корочка. Можно, конечно, заменить обыкновенным белым, можно не присыпать. Тут все по вашему желанию. И еще немного корицы. Запекать необходимо в предварительно разогретой духовке до температуры 180-190 градусов. Приблизительно 40-50 минут ориентируйтесь на золотистую верхнюю корочку. Вот такой пирог в итоге у меня получился. Я его выпекала при температуре 190 градусов и мне оказалось достаточным 45 минут. Нарезать будем уже после того, когда полностью остынет. Ну а если не терпится, то, конечно, можно сделать еще пока он теплый и подавать вместе с пломбиром. Это будет очень-очень вкусно, но тогда он может разваливаться. Поэтому тут же выбирать вам. Я же буду дожидаться, пока полностью остынет. Если вам видео понравилось, то, конечно, не забудьте меня поддержать. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Нажимайте на черный звенящий колокольчик, и вы не пропустите ни одно мое новое видео. Делитесь моим роликом со своими друзьями, пускай настанет больше. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайк. Все это будет вашей самой лучшей благодарностью для меня за то, что я старалась для вас. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!